— Не настрочит, — заметил Муха, — если расчетный день поставить в самом конце. — А когда получит в последний день свою копейку, пусть строчит, хоть из пулемета. — Артист, понаблюдай ночью за нашими комнатами. Да, в номер к этому Алексею Дудчику надо что-нибудь поставить. Займись этим, док, когда пойдешь к нему завтра утром. Утром док набрал номер Алексея Дудчика и долго ждал, когда он подойдет к телефону. К себе майор, однако, не пригласил, хотя и вполне помнил вчерашних знакомых. Он предложил встретиться через полчаса в баре, чем разрушил план по установке в его комнате жучка. Явился он минут через сорок, заказал кофе, сок, неизбежные утренние пятьдесят граммов. — Вы действительно хотите получить от меня какую-то конкретную помощь? — спросил Алексей Дудчик, не церемонясь. — Если вы в состоянии ее оказать, то мы готовы ее оплатить, — подтвердил док. — Нам нужны некоторые коммерческие, а может быть и политические связи в этом городе. Как мы поняли из вчерашнего разговора, вы обладаете и необходимым кругом знакомств, и знанием языка, без которого мы чувствуем себя скованно. — Кого вы представляете? Дудчик опрокинул рюмку и скривился. — Себя? — Тогда вам здесь нечего делать. Вас двоих ограбят и убьют, и станет двумя офицерами меньше. Потеря, наверное, небольшая, но я и не собираюсь этому содействовать, не то воспитание. — Вы пессимистически настроены с утра. — Да. — А к вечеру мрачно. — Кто вас интересует конкретно? — К примеру, окружение Гузера. Коммерсанты, уважаемые люди родов, вы ведь знакомы с этими людьми. Нас интересует деловая информация о них и непосредственный контакт. Док намеренно играл в открытую, его вполне бы устроило, если бы слухи дошли по назначению, чтобы эти люди заинтересовались их группой и как-то себя проявили. — Наркотики? — Ничего подобного незнакомому человеку я не говорил, — открестился Док. — С тем же успехом я мог подать объявление в газету. Скажем проще, нас интересует автомобильный рынок. — Здесь нет автомобильного рынка. Здесь есть только наркотики и политическая борьба. Дудчик сразу понял, что мог бы свести этих московских людей с кем-то из местных, и вычислили они его быстро и правильно. Но именно это и настораживало. Сейчас ему совершенно не хотелось рисковать из-за нескольких сотен долларов, когда перед глазами стояла огромная цифра и, главное, надежда вырваться отсюда, стать свободным. Но Нейл Янг упорно уходил от всякого контакта. — А с Вазехом вы не согласились бы нас познакомить? Еще раз выстрелил навскидку пастух. По тому, как дрогнули и зашевелились пальцами офицера, пастух понял, что он нашел в душе Дудчика живой отзвук. Именно на матурику кистей обращает внимание следователь. Она говорит больше, чем мимика. — Скажу вам честно, — заявил Дудчик своему неизвестному собеседнику, — мне не нравится обстановка в Таджикистане, и я не хотел бы сейчас впутываться ни во что, ни с какой стороны. — И ни за какие деньги? — продолжил док с полуопросительной интонацией. Майор небрежно хмыкнул, но пальцы продолжали его выдавать. — Какие? — он иронически выделил слово «какие» — «деньги». — Мне никто не предлагает. Док сообщил свои выводы пастухову. — За Дудчиком надо бы присмотреть. Он сторонится нас по какой-то своей причине. Может быть, опасается провокации или занят важным делом и не хочет попусту привлекать к себе внимание. По-моему, он вполне ориентируется в круге наших интересов. Наверняка знает и Вазеха, и окружение Гузара, но не хочет идти навстречу. В молитвенной комнате четыре человека в европейских костюмах совершали благодарственную молитву за то, что Аллах берег гостя в пути, за то, что позволил встретиться братьям по вере и продолжить общее дело. Наконец, Али Амир Захир поднялся с колен и свернул коврик. За ним встали Вазех и два других человека, один из которых был лидер исламистской оппозиции Азим Гузар, а второй — его правая партийная рука, которой он руководил Министерством социального обеспечения Урсун. — Передаю привет вам от вашего брата и друга Бен Ладена, — сказал Захир. Он довольно свободно говорил по-таджикски, как и на многих других языках в странах, где ему приходилось работать. Впрочем, его родной Фарси очень близок к таджикскому. — Благодарю тебя, Али Амир, — ответил Гузар. — Пусть Аллах пошлет ему здоровье. Прошу к столу. Все четверо уселись в соседней комнате на низкий диван. Женщины принялись подавать еду. — Ты прибыл издалека и с новым именем, — сказал Гузар. — Так было угодно Аллаху. На войне приходится делать многое. Абин Ладен объявил священную войну Газавад неверным. — Мы слышали об этом и поддерживаем эту войну всем сердцем. — Ее надо будет поддержать не только сердцем. Я прибыл по делу. — Понимаю, Али. Или ты предпочитаешь, чтобы в нашем кругу тебя называли прежним именем? Али улыбнулся, но тоже не было настоящим. Так что зовите меня так, как написано в моих документах. — Я слышал, вы добились больших успехов. Вазех бывал у нас в лагере. Мы следим за обстановкой в Таджикистане. — Да, мы тесним противников во всех областях. Партия Исламского Возрождения скоро будет главной в этой стране. — Пора создавать сильные отряды. Бен Ладен окажет помощь в подготовке полевых командиров. Не правда ли, Вазех? Вазех, который прошел полугодовую подготовку в Пакистане, охотно закивал. Прекрасная учебная база. Мужчина становится там воином. — Мы думаем об этом, Али Амир, — важно заявил Гузар, — но отряды — дорогое удовольствие. — Это не удовольствие, а необходимость. Даже если вы возьмете в конечном результате под контроль регулярную армию, ваши элитные отряды боевиков останутся главной силой в городе. — Спецназ своего рода, — поддакнул социальный министр. — Совершенно верно. Сейчас мы видим нашу главную задачу в том, чтобы занять ведущие роли в коалиционном правительстве. Лагерь оппозиции до сих пор был раскулот на демократов и исламистов, но все меняется. Мы становимся единственной альтернативой, и Рахмонову приходится постоянно считаться с нами. — Демократы перебегают к нам толпами, — гордо сказал Урсун. — Особенно после того, как некоторым прострелили их пустые головы, — жестко заметил Вазех, — хватит церемониться. — Газават — это война, и в сердце воина не должно быть жалости ни к врагу, ни к тому, кто трусливо мешает сражаться, потому что воин Газавата сражается за Аллаха, — дровоучительно заметил Али. После обильного ужина и долгих разговоров вокруг да около, где собеседники на все лады состязались друг перед другом в верности истинной вере и преданности идее священной войны, после всего, что обязательно предшествует деловому разговору в Средней Азии, Алиамир перешел к тем вопросам, ради которых он и появился в Душанбе. — Ты все еще водишь караваны по горным тропам, Вазех? — спросил он. — Это был традиционный способ. Опий-Сеец и экстрагированная индийская конопля небольшими партиями на спинок носильщиков или навьючных животных доставлялись из Афганистана к тайным складам в горах. Когда собиралась изрядная партия, Вазех грузил ее на автомобиль и сопровождал к тайным фабрикам или напрямую отдавал оптовым покупателям. Процесс был трудоемкий и достаточно опасный. Слишком многие были заинтересованы в том, чтобы перехватить ценный груз. — Все так же, Али Амир, — ответил Вазех, — и ни разу не обошлось без стрельбы. Непримиримая оппозиция на севере сторожит нас по всем перевалам, но Аллах пока милует нас. Товар я еще не терял. Али покивал головой. Трудная работа. Но я передавал вам с друзьями, что есть более простые способы. Например, наши братья из Узбекистана отправляют самолет «Руслан» и не рискуют в дороге. Вы готовы принять мой караван? Гузару предстояло сказать неприятную новость. Мы благодарны тебе, Али Амир, за твое щедрое предложение. Мы готовы участвовать в нашем общем деле. Я лично съездил в Кзылорду и говорил с военными летчиками из Байконура, имена которых ты великодушно сообщил нам. Наш караван будет отправлен в Москву, как только ты этого захочешь. К нашему огорчению трудности появились в самой Москве. Что такое? Вы говорили, что с московскими людьми у вас налаженные контакты. Вы говорили о надежной группе некоего спицы. Али Амир Захиру новость сильно не понравилась. Наши друзья и партнеры в столице России подверглись нападению как раз в тот день, когда мои люди приехали договариваться о нашем караване. Они все уничтожены в один вечер. Это были наши друзья. Сочувствую вашему горю, — холодно произнес Али Амир, — но вы не выполняете ваших обязательств. — Нападение произошло всего несколько дней назад. Это большая неожиданность, и мы еще не знаем, кто его совершил. Все это поправимо, но потребует некоторого времени. Мы найдем новых людей или наладим контакты с теми, кто остался жив. — Или с теми, кто сменил их в деле? — предположил Али Амир. Гузар предпочел вежливо согласиться, хотя эта мысль ни разу не приходила ему в голову. — Мы найдем для вас надежного покупателя, — заверил он. — Я не тороплю вас, — сказал Али Амир. — У нас достаточно времени. И тут же поставил вежливый, но оттого не менее жесткий ультиматум. — Большой караван придет недели через две, не раньше. — Надеюсь, это время ты погостишь в моем доме, — учтиво предположил Гузар. — Если позволят обстоятельства, то с радостью согласился Али Амир. Работа группы Пастухова начала приносить первые плоды. Каждую ночь Муха и Боцман отправлялись, чтобы извлечь из стены дома Гузара очередные кассеты с многочасовой записью разговоров. Магнитофон начинал работать только в том случае, если чувствительные микрофоны фиксировали звук человеческого голоса. Но он не сортировал разговоры по важности. И поэтому на кассеты попадала перебранка женщин, убиравших дом в отсутствие мужчин на их половине, и даже работу телевизора. Одно из главных трудностей представлял собой языковой барьер. К сожалению, даже самые важные записи не могли ничего сообщить ни одному члену группы, потому что разговоры в доме исламиста-таджика велись на таджикском языке. Приходилось передавать кассеты неведомому резиденту через ту же туристическую фирму, что предоставила машину и оружие. Через день-два расшифрованные переводы наиболее важных разговоров возвращались по тому же каналу Пастуху. Фотографирование дома позволило идентифицировать Вазеха, которого сумел опознать Пастух, видевший его у казино-авокадо. Проследить его передвижение по городу было не слишком сложно. Хорошо заметный джип Чироки раскатывал по городу, неся в себе Вазеха с боевиками его отряда, всегда готовыми к схватке. Именно с Вазехом, по мнению группы, стоило инициировать контакт, поскольку он впрямую занимался доставкой и продажей опиума в Москве. Пастухов к тому времени в достаточной степени уяснил ситуацию в доме Гузара. Раз в два дня он связывался с Голубковым и, пользуясь кодом, коротко докладывал обо всем. Настал день, когда прослушивание показало, что в доме лидера исламской оппозиции появился важный гость — Али Амир Захир. Пора было переходить к активным действиям. К Вазеху Пастухов и Док обратились, не мудрствуя понапрасну. В то время, когда он разговаривал с кем-то за столиком в Чайхане, они передали через официанта записку. — Ребята из Москвы хотят поговорить с Вазехом. Они спокойно сидели за чаем, пока к ним не подошел один из людей, окружавших своего командира. — Откуда знаете Вазеха? — Кто такие? — спросил он. И получил незамысловатый ответ, что они слышали о нем от авторитетных людей, например, от покойного Спицы, Бороды и остальных, а потому хотели бы завязать личные отношения, затем и приехали. Парень отошел назад, поговорил с командиром и вернулся. — Что хотите? — Товар. — Сколько? — Для начала на пять тысяч. Посланец снова отошел, посовещался, снова вернулся. — Подождите здесь, если деньги с собой. За вами приедут. Через полчаса на площади появилось такси, шофер, которого подошел к их столику, видно, узнал по описанию. Он не говорил по-русски, просто подвез их на окраину города и крутился там по улочкам, пока не выехал к заброшенному заводику. За забором стоял джип Вазеха. Самого хозяина не было видно. Работали пастух с доком абсолютно, без прикрытия, поэтому некоторый риск оставался. В любой момент они могли попасть под неожиданный огонь. Все оказалось проще. На капот были выложены два пакета с желтоватым содержимым, от них потребовали рядом положить деньги. Пастух пожал плечами и положил рядом стандартную пачку стодолларовых банкнот в банковской упаковке. Док с незажженной сигаретой в зубах шпателем проткнул пакет. Извлек на его конце крупицу содержимого и опустил в пробирку, которую достал из кармана. Подождал реакции. Убедившись в том, что реакция не соответствует продукту, он надорвал пакеты и демонстративно высыпал их содержимое на землю. Туркмены, молча ухмыляясь, достали оружие. Один из них забрал с капота деньги, не возражая и не говоря ни слова. Док вынул из губ сигарету, сломал ее в пальцах и бросил на капот. Затем оба гостя повернулись к боевикам спиной и крепко зажмурились. Сломанная сигарета с ампулой внутри полыхнула ярчайшим пламенем. Даже при закрытых веках этой вспышки хватало, чтобы вывести человека на несколько минут из строя. Поэтому, когда Док и Пастух повернулись снова к бойцам Вазеха, те лежали вокруг машины без сознания. Док вернул свои деньги, а Пастухов затолкал на заднее сиденье машины водителя такси. Когда они вернулись на площадь, с которой началось путешествие, тот все еще не мог проморгаться. Для первого знакомства неплохо. Было решено на вечернем совете. Собрав воедино сведения об Алексее Дудчике, полученное наблюдением, сделали вывод о том, что его основной связью с авторитетной верхушкой города является контакт с заместителем министра Довлатом Худайбердыевым. Через Худайбердыева проще всего выйти на Гузара и его окружение. На этот раз навстречу пошел Пастух. Он постучал утром в дверь номера Дудчика и, войдя без приглашения, сел за стол. — Чем обязан? — хмуро спросил Алексей, не успевший одеться. Пастух выложил на стол три банкноты. Триста долларов были большим гонораром для этого города. — Да Влад Худайбердыев, безусловно, знаком с Гузаром, а с Вазехом? — спросил Пастух. Вопрос почему-то очень не понравился Дудчику, но он молча кивнул. — А вы сами? Дудчик смолчал. — Ну что ж, пусть Худайбердыев, если вы не хотите, передаст этому человеку, что меня с ним, Вазехом, познакомил с Пицца в казино Авокадо и еще. Пастухов знает о проблемах Вазеха и его друзей. Пусть приходит поговорить. Мой номер комнаты вы знаете. Это все. Пастух выжидательно посмотрел на похмельного майора Дудчика. Тот снова кивнул. Нейл Янг все еще не подавал признаков жизни. А майора Дудчика тем временем какие-то крупные московские дельцы покупали за оскорбительно-мизерную сумму. Пакет, который пришел с дипломатической почтой из России, лег через два дня на стол полковника Вилли Диксона, руководителя русского отдела службы внешней разведки Ми-6, в ведении которого все еще находились по традиции и страны распавшегося СССР. Однако в последнее время назревали перемены, так как южные республики бывшей страны Советов уже следовало рассматривать скорее в контексте среднеазиатских проблем. Однако Таджикистан, на территории которого находились российские войска и где несли службу русские пограничники, оставался в ведении Вилли Диксона. Только для руководства, допуск по форме А-3, руководителю русского отдела полковнику Уильяму Диксону, специальный агент Нейл Янг, донесение. Довожу до вашего сведения, что 11 августа сего года на контакт со мной вышел инициативник с предложением продать некие секретные документы. 14 августа я провел с ним конфиденциальную встречу. Данное лицо является офицером российской 206-й МСД, дислоцированной в Таджикистане. Майор Алексей Петрович Дудчик, пресс-секретарь российского контингента, активно участвует в местной политической жизни, частично поддерживая демократическую оппозицию. Им были предоставлены как образец 12 документов, касающихся управления стратегическими ядерными силами России, смотри приложения, а также список документов, которые предлагаются для продажи. Дудчик представился посредником некоего лица, владеющего этой информацией, и изложил требования. 200 тысяч долларов аванса наличными и 3 миллиона окончательного расчета, которые должны быть переведены в один из банков, обеспечивающих конфиденциальность клиента. Предоставленные им документы являются компьютерными распечатками, не содержащими никаких реквизитов организации печати или фоксимеля, что позволяет судить об их подлинности только по содержанию. Общий список предлагаемых документов представляет собой практически всеобъемлющую базу данных по составу, дислокации, боевому управлению, целям и мерам защиты ракетных войск стратегического назначения России. Восстановленный по памяти список прилагается. Направляю вам данные документы для проверки на достоверность информации. По моему мнению, данный контакт является грубой провокацией местной российской контрразведки, что вытекает из небрежности в подготовке образцов документов, несоразмерности цены и масштаба предлагаемой информации, отказа объяснить ее происхождение и источники. Такая провокация может быть инициирована с целью удалить меня из Таджикистана. Возможность игры с русской контрразведкой в этом случае или вербовку майора Алексея Дудчика оцениваю как бесперспективная. Нейл Янг Вилли Дзиксон пролистал небрежно распечатанные на плохой бумаге документы. С таким же успехом Нейл мог повесить их в собственном сортире. Через его коридор проходят десятки тонн наркотиков, вокруг практически идет гражданская война, а он тратит свое внимание и время начальства на глупости местных бондов дивизионного масштаба. Диксон поставил на документах свое резюме «Отправить в отдел стратегических исследований для проверки на достоверность информации». Пусть лучше морочат себе голову эти теоретики мирового масштаба. Алексею Дудчику было совершенно невдомек, так же, как и его старшему брату, что во всех без исключения разведках мира бытует подозрительное и презрительное отношение к так называемым «инициативникам» — добровольным шпионам, которые на свой страх и риск собирают разведывательную информацию, а потом рыщут, не зная, кому бы ее продать. Их фантазия питается глупыми фильмами и дурацкими книжками про шпионов, которые сорят деньгами и палят из бесшумных магнумов 45-го калибра. Поэтому эти люди задирают немыслимые цены, ставят невыполнимые условия, они неоправданно рискуют в одних случаях и отчаянно трусят в других. Они не нужны разведке, которая сама выбирает свои цели и тогда уж прилагает все усилия, чтобы убедить, купить или запугать человека, обладающего необходимой информацией. Агенты-зарубежники и дипломаты, повидавшие на своем веку десятки «инициативников», терпеть их не могут. Во-первых, они чаще всего просто являются в посольство или звонят, или используют любую другую подвернувшуюся возможность, чтобы выйти на контакт, и все это без малейшего понятия об элементарных правилах конспирации. Поэтому уже изначально есть процентов 50 риска, что контрразведка засекла этого горя-шпиона на этапе первого контакта. Получив отпор в одном месте, инициативник идет во второе и третье, лавинообразно увеличивая риск. Для дипломатических работников и разведчиков все это кончается объявлением их персоной нон-грата и высылкой из страны. Во-вторых, сотрудники местных спецслужб сознательно запускают таких провокаторов, чтобы скомпрометировать того или иного иностранца и получить галочку в своем послужном списке. Кроме того, провокаторы заселаются и из соображений превенсивных. На одного настоящего инициативника приходится один засланный, и это затрудняет работу чужой разведки. В-третьих, инициативник может быть исключительно тщательно подготовленным агентом, которого почти невозможно разоблачить, который, как Голицын или Пеньковский, будет 20 лет морочить головы, причем так никогда и не удастся до конца выяснить, кто он – истинный перебежчик или дезинформатор. Еще хуже, если факт дезинформации обнаружится через год или через пять, результатом будет крах собственной карьеры. Зачастую инициативник попадает в поле зрения контрразведки своей страны еще на стадии сбора материалов, и тогда он сам свято верит в истинность Дезы, которую ему подсунули изощренные во лжи спецслужбы. В-четвертых, они тащат не то, что нужно, или вообще то, что не нужно никому. Половина из них пытается поделиться секретами, о которых можно было прочитать в открытой западной прессе еще лет десять назад, но которые все еще проходят под грифом «секретно» в их родной стране. Другие пытаются выдать за секреты такие фантазии собственного производства, которые лучше нести в издательство, занимающиеся выпуском книг научной фантастики. В-пятых, одним словом, инициативник — существо, опасное для карьеры и неудобное в работе. Более того, он существо жадное, поскольку обычно хочет денег и презираемое, как всякий добровольный предатель. И все-таки с ними приходится работать, потому что в любом грязном песке нет-нет, да и мелькают крупицы чистого золота, когда почти без труда и расходов приобретаются новые технологии или важные сведения, когда новенький, сверхсекретный МИГ сам собой садится на японский аэродром, оставшись незамеченным для всех защитных систем ПВО. Все это никак себе не представляли ни Алексей, ни Виталий Дудчики. Они знали, что владеют информацией огромной ценности, что она крайне необходима покупателю, и не могли понять, почему этот потенциальный покупатель хотя бы не посмотрит на товар. Поэтому Алексей день за днем нетерпеливо ожидал известий от своей английской надежды на светлое будущее, а тем временем Нейл Янг сторонился его, холодно здоровался при встрече и не давал никакой возможности задать самый короткий вопрос. Когда терпение кончилось, Алексей просто позвонил из автомата в английское представительство и назначил Нейлу Янгу встречу в кафе Лейли Имеджнун. По его голосу Нейл понял, что нужно либо обрывать контакт, либо соглашаться на встречу, поскольку ответа о достоверности документов из Лондона все еще не было, он решил встретиться с нетерпеливым шпионом-инициативником и успокоить его нервы. В этот день Дудчика водил по городу мерзок Удзимов, привычно фиксируя его контакты и тяготясь рутиной наружного наблюдения. Обычно ему не приходилось заниматься столь примитивной работой, но его начальник Кадир Савдо, второй заместитель министра внутренних дел, предупредил, что контакт русского офицера и английского шпиона может представлять значительный интерес. Поэтому Удзимов отнесся к делу со всей серьезностью. Была и еще одна причина интереса, поскольку Дзила касалась российского офицера, то оно затрагивало и российскую ФСБ. А мерзок Удзимов был давним и результативным агентом этой уважаемой организации. Таким образом, в данном случае он работал на две ставки, что было попросту выгодно, как из соображений оплаты, так и из соображений карьеры. Его подопечный сел на открытой террасе под зонтик и заказал кофе и сто граммов. Мерзожа зашел внутрь кафе, где было прохладней, и наблюдал за дудчиком, почитывая газету. Увидев, что к подопечному подсаживается Нейл Янг, он разом утратил интерес к содержанию газеты. Это была именно та встреча, которая интересовала замминистра, да и его самого. Взгляд его упал на стоявшую перед дудчиком пепельницу, которую майор успел уже набить окурками. Мерзо подозвал официанта и сунул ему в руку целых пять долларов, вызвав к себе неподдельный интерес. Парень, бегом принеси мне пепельницу. Когда тяжелая глиняная пепельница оказалась у него в руках, Кудимов перевернул ее и срочно разжеванным кусочком дирола прилепил к ее днищу черную таблетку микрофона-передатчика. Поставил на стол. Пепельница не качалась, потому что дно ее имело углубление. А теперь быстренько поставь эту пепельницу на стол вон к тем двум людям, а грязную забери и спроси, может, они еще что-нибудь хотят заказать. Беги. Это не мой столик. Я не могу, заортачился мальчик со страхом, глядя на пепельницу с непонятным предметом под ней. Что за дурака послал Аллах? Этот идиот наверняка думает, что посетитель прилепил бомбу или того чище какой-нибудь злой магический амулет. Пятерок у Мерзо больше не было, пришлось достать целую десятку и протянуть ее глупому официанту. На! А пятерку отдашь тому официанту, чей столик? Быстрей, паренек! Я не могу! Забери свои деньги! Пробормотал официант и полез в карман за пятеркой. Кара господня! Мерзо вынул из кармана удостоверение старшего лейтенанта МВД и, раскрыв, показал его из-за газеты официантус, сменив тон на самый страшный, какой только смог изобразить. Я сейчас арестую тебя и забью в камере до смерти ублюдок. Хватай пепельницу и беги! Вот так-то. Страх преодолевается только еще большим страхом. Кто-кто, а спецслужбы в Душанбе сумели зарекомендовать себя так, что их боялись не меньше, чем бандитов. Мерзо достал из сумки приемное устройство и наушники, выглядевшие как обычный музыкальный плеер. Поставил этот плеер на стол, нацепил наушники на голову, изображая меломана. Повернул ручку громкости и вздрогнул от резкого стука. Вот, пожалуйста, чистая пепельница, что-нибудь закажете еще? Кофе и сок раздалось в ответ. Одну минуту. Техника, не считая легкого треска и фона, работала отлично. Английский Мерзо понимал вполне сносно, тем более, что Алексей изъяснялся, не выходя за пределы базовых знаний, полученных им в высшем военно-политическом училище, и Нейл Янг тоже учитывал это. Это совершенно неоправданный риск. Прошу вас не повторять таких ошибок впредь, выговаривал ему Янг. Случайная встреча в кофейне может случиться только раз, да и в этот единственный раз никто не поверит в ее случайность, если этот кто-то осуществляет слежку, а ведь и за вами, и за мной наверняка здесь присматривают. Вы сами ставите меня перед необходимостью вызывать вас навстречу. Каким образом? Я ожидаю день за днем, а вы уклоняетесь от всяких контактов. Я ведь предупредил, что вам придется запастись терпением. И это при всей важности материала, который идет вам в руки? Алексей не мог понять, что крылось за этим равнодушием. Он подозревал, что его держат в черном теле, чтобы сбить цену, или второй вариант, что они уже самостоятельно вышли на брата и давно ведут с ним переговоры напрямую. Именно стратегическая важность должна диктовать нам предельную осторожность. Вы не боитесь, что владелец информации найдет покупателя помимо вас? Вы обращались еще к кому-то? Встревожился Нейл Янг, перед которым замаячила отчетливая перспектива высылки из страны. Нет, но почему с вашей стороны информацию проверяют. Ответа у меня пока нет. Инструкций нет. А вы не могли бы связаться и поторопить Лондон? Все больше раздражался Алексей. Нейл Янг пожалел, что пришел на эту встречу. Он хорошо понимал, что в Лондоне присланные листки вызвали такой же презрительный скепсис, какой испытывал он сам. В противном случае инструкции пришли бы уже через день-два. Если бы вы открыли источник информации, хотя бы намекнули, откуда у заштатного майора стратегические сведения, это могло бы ускорить движение дел. Источник слишком уязвим и прозрачен, поэтому мы сначала должны получить аванс. Вы опасаетесь лишиться своей доли? догадался наконец Нейл Янг. Вот, возьмите список документов, которые вам предлагаются. Не надо. Нейл остановил его руку, потянувшуюся к карману. Это уже не нужно. Уничтожьте его побыстрее, но не при мне. Ничего не передавайте мне при людях. Вы не соблюдаете самых элементарных правил и чрезмерно много пьете. Майор застегнул карман и опустил руку зажав в ней пустой стакан. Я жду еще неделю, подвел он итог, а потом обращаюсь к американцам. Все равно эта информация в конечном счете попадет к ним. Не парите горячку, вас просто засекут на контактах, и тогда вы подведете и себя, и меня. Официант принес заказ, и Алексей, пользуясь случаем, попросил повторить сотку. Неужели вам непонятно, что сам факт нахождения у меня таких документов доказывает, что они пришли из какого-то серьезного источника? Или вы думаете, что их сфабриковала в нашей дивизии пара-тройка безмозглых подполковников? Да они даже отдаленного представления не имеют о таких специфических и специальных предметах. Кстати, я сам большей части этих бумаг даже не понимаю. «Эвизита аргумент», подумал Янг, «версия о местной инициативе отпадает, что за черт?» «Хорошо», решил Нейл Янг, «я сделаю запрос и потороплю Лондон, вас устраивает такой ответ?» «Как мы свяжемся?» «Вам в ближайшее время пришлют какое-нибудь приглашение на официальный прием, брифинг, вечеринку, где в правом верхнем углу будет стоять двойная птичка карандашом. Будьте там обязательно, а уж во время мероприятия я сумею найти способ поговорить с вами». «Я согласен», расслабился дудчик. «Ваше здоровье, господин Нейл Бонд». Янга покоробила фамильярность этого спивающегося сопляка. Отлепив с донышка пепельницы микрофон, Кудзимов бросил слежку. «Понятно, что вплоть до вечеринки с Нейлом Янгом следить за подопечным смысла нет. Зато есть смысл немедленно доложить о результатах начальству, причем как местному, так и московскому. Стратегические сведения, Лондон, обращусь к американцам, кажется, наклевывается отличное дело, в результате которого мерзок Удимов получит очередную звездочку и хорошую сумму денег. Удача находит достойных». Он представил, как рассказывает своему начальнику Кодирусов до о собственной ловкости с пепельницей и переполнился гордостью. И действительно, стоило заместителю министра услышать первые фразы, как лицо его просветлело и наполнилось интересом. Он внимательно прослушал весь разговор и принялся спрашивать. Дудчик нервничал. Два раза пил водку. Это для русского нормальное занятие, мерзо. Но не тогда, когда он идет на рискованный контакт с западной разведкой. Пожалуй, где он сейчас... Мерзо смутился. Я посчитал, что важнее доставить эти сведения вам и прервал наблюдения. Правильно сделал. Быть тебе капитаном, Кудимов, если это дело раскрутим как надо. Мерзо зарделся. Бери двух наших ребят из оперативки и дуйте на обыск. Дудчик будет сегодня пить, раз начал с утра, найдите его, позаботьтесь, чтобы не сварился вам на голову, а сам аккуратнейшим и тщательнейшим образом проверь его комнату. Живет-то он сейчас один, так что тебе никто не помешает, смотри, не оставь следов, нам важно его не спугнуть. Мерзо Кудимов отправил оперативников на поиски Дудчика, назвав им с десяток мест, в одном из которых они обязательно нашли бы его подопечного. Сам же заперся в кабинете и сел за компьютер. Пальцы быстро забегали по клавишам, составляя отчет для ФСБ. Полковнику Мерзоеву, мною, зафиксирован контакт российского офицера Алексея Дудчика, пресс-секретаря 206-й МСД с представителем английской разведки Нейлом Янгом от Таше по вопросам культуры, в ходе которого выявилось, что Дудчик предлагает англичанину некие стратегические сведения, по-видимому, за значительную сумму денег. Характер этих сведений пока не установлен. Насколько можно предположить, образцы секретных материалов отправлены в штаб-квартиру британской разведки в Лондон для экспертизы. В настоящее время Дудчик ждет ответа о готовности Лондона купить эту информацию. Сегодня на квартире Дудчика будет произведен тайный обыск. О результатах доложу позже. Расследование с таджикской стороны ведется Кадиром Савдо, вторым заместителем начальника МВД Рустам. Мерзо отыскал среди многочисленных файлов одной из электронных игрушек, стоявших на компьютере, программу кодировки текста и превратил буквы на экране в бессмысленный набор знаков. Затем он включил модем и вызвал на экран панель электронной почты, набрал электронный адрес некоего московского почтового ящика и отправил свое короткое сообщение прямиком туда. Через пятнадцать минут это сообщение, миновав ряд серверов, окажется в компьютере специальной службы ФСБ, и, если девочки не спят, то еще через полчасика оно ляжет на стол его куратора. Особая прелесть заключается в том, что расшифровать сообщение, не имея программы кодировки, было практически невозможно. Так что, даже если на центральном сервере Душанбе кто-нибудь установил перехват сообщений, то прочитать его донесения он не сумеет. Специальная программка в его электронной почте отсекает обратный адрес. Так что, даже автора непонятного письма никто установить не сумеет. Мерзо, названный в честь дяди полковника, которому пошло донесение и который сам завербовал его несколько лет назад, аккуратно подтер архив Аутлет, в который автоматически записываются отправленные сообщения, уничтожил свое письмо в памяти компьютера и вздохнул свободно. Вот так шагнула техника, практически без риска, отправил донесение, не надо никаких раций и радиста Кэт, быстро, выгодно, удобно. Агент ФСБ по кличке Рустам был доволен собой. Кадир Савдо, прослушав кассету Кудимова с записью утреннего разговора, поспешил к Давлату Хадейбердыеву. Прав оказался Давлат, и сам он оказался прав, когда поставил лучшего работника на это дело. Хотя ничто вроде бы не предвещало такой удачи. Одна голая интуиция. — Можно к тебе, Давлат? — открыл он дверь. — Заходи. Что ты так цветешь? Хорошие новости? — Лучше не бывает. Кадир Савдо показал ему аудиокассету. — Музыка понравилась? — пошутил Давлат. — Музыка. Именно музыка. Ты сейчас сам ею заслушаешься. — У меня нет в кабинете магнитофона. — Тогда пошли ко мне. Это про твоих охотников, русского и англичанина, которые очень хотят друг друга вокруг пальца обвести. Широко улыбался Кадир. Мирзу повернул в замке ключ, выданный администратором гостиницы. Тот привык не возражать в виде удостоверения офицера МВД, так что требовать ордер на обыск, подписанный прокурором, ему даже не пришло в голову. Трехчасовой осмотр комнаты, к сожалению, ничего не дал. Впрочем, на удачу трудно было рассчитывать с самого начала. Находясь в чужой стране с довольно враждебным отношением к русским, Дудчик не мог не учитывать возможности обыска у себя. Кудимов зашел к администратору, чтобы вернуть ключ. На глаза ему попался компьютер, за которым какая-то женщина играла в электронный покер. Мерзо неожиданно развернулся и прошел назад в номер Дудчика. Он раскрыл стол и взял небрежно лежащую дискету. Единственный предмет в квартире, который остался непроверенным, так как домашнего персонального компьютера Дудчик еще не завел. Снова вернувшись к стойке администратора, Кудимов сказал, будьте добры, уступите мне компьютер на несколько минут. Какая жалость, сказала женщина, а я уж чуть было не выиграла. И она кокетливо посмотрела через плечо на красавца Мерзо. Побыстрее, неприязненно поторопил ее Кудимов. Женщина обиделась и ушла. Мерзо вставил дискету в дисковод и заглянул в список файлов. Как и следовало ожидать, дискета оказалась девственно чистой. А ты что хотел? За один день разоблачить шпионскую организацию, сказал он себе. Однако врожденное упрямство подсказало ему еще одну мысль, и он нашел стандартную программу «Анераш Экзе». Эта стандартная программа восстанавливала уничтоженную информацию на диске, если только поверх нее не успели записать новую. На экране возник целый список. Ну что ж, Мерзо терпеливо восстановил все 13 файлов. Все они оказались текстовыми. Посмотрим. Команда просмотра F3. На экране появились строчки. Совершенно секретно. Главный штаб ракетных войск стратегического назначения. Боевой состав Оренбургской ракетной части. Кудзимов быстро нажал на кнопку S и документ исчез с экрана. Офицер оглянулся. Никто, к счастью, ничего не видел. Он быстро просмотрел еще несколько файлов. В них оказались столь же секретные сведения. В душе разлился холодок. Последний документ представлял собой список документов и баз данных с количеством страниц справа. Кудзимов начал догадываться, что все это значило. Администратор, окликнул он, найдите мне чистую дискету, быстро! Администратор, мужчина пуганный, не стал возражать и быстро нашел ненужную ему дискету. Мерзо скопировал на нее документы. Затем стер файл из дискеты дудчика, приведя ее в первоначальное состояние. Пришлось еще раз подняться на второй этаж, чтобы положить пластмассовый квадратик в ящик стола. Кудзимов отправился назад, в здание правительства. Место дневной радости заняло беспокойство. Он вспоминал позиции списка секретных данных. Вот значит, о чем шла речь между российским офицером и английским дипломатом и, что скорее всего, сотрудником интеллигенс сервис. Не заходя к начальнику, он прошел в свой кабинет и сел к компьютеру. Он просмотрел еще раз тексты документов, скопированных на дискету, полученную от администратора гостиницы. Так и есть. Документы были высшего уровня секретности. Поторопившись, он выпустил известие о серьезном деле сразу в две спецслужбы. И теперь он представлял себе, какая в ближайшее время заварится каша и в городе Душенбе и в Москве. Возможно, все не так серьезно, раз Лондон молчит. Может быть, документы эти фуфло Деза. Как бы там ни было, в ближайшие полчаса ему предстоит принять решение, на чьей стороне он остается. Нечего и думать передать содержимое в оба ведомства. Дучик кретин. Как можно вести такую игру, не соблюдая элементарных мер предосторожности? Люди теряют жизнь за знание секретов куда меньшего масштаба. Мирзоку Дзимову потребовалось гораздо меньше получаса, чтобы принять решение. Он скопировал файлы на жесткий диск и по очереди их закодировал. Та же участь постигла короткую сопроводительную записку. Полковнику Мирзоеву. При негласном обыске в квартире Дудчика обнаружена дискета со скрытыми файлами, содержащими документы высокого уровня секретности. Эта информация передается только вам. Жду инструкций. Рустам. Через полчаса электронное письмо должно быть получено дежурным в Москве, распечатано и положено на рабочий стол полковнику ФСБ. Он прочтет его утром. К воротам особняка подъехал видавший виды Рено, из которого вышел Худайбердыев. Прошел мимо охранника на воротах и спросил у женщины во дворе, где Азим в доме, скажи ему, женщина, что приехал Худайбердыев по срочному делу. Азим Гузар проводил время со своим гостем Али Амиром за дневным чаепитием и беседой. Утром был получен ответ от господина бен Ладена с весьма выгодным для таджиков предложением. Лидер исламской оппозиции видел все большие перспективы от сотрудничества с бен Ладеном и от того, как только можно, обласкивал его доверенное лицо, сейчас они обсуждали проблему талибов в Афганистане, влияние и вес которых становились все более определяющими в стране. Очень удачно, что господин бен Ладен активно поддерживал последние годы именно их. Женщина, принесшая чай, тихо сказала, что прибыл еще один гость. Азим скривился. Кто такой Худейбердыев? Спросил Алиамир. Он заместитель у министра, с которым вы познакомились в день приезда, министр социального обеспечения, второе лицо в нашей партии, а заместитель у него представитель демократической оппозиции. Худейбердыев популярный человек в нашей стране, известный журналист и из хорошего рода, но он упорно хотел идти своим путем. Теперь ему придется приползти к нам на животе. Говорит, что приехал с какими-то важными новостями. Я выйду к нему в соседнюю комнату, ему не надо видеть вас. Гость вежливо поклонился хозяину дома. Как я рад тебя видеть под крышей своего дома, да, Влад! Обнял его лидер исламистской оппозиции и похлопал в ладони. Женщина, принеси чай. У вас есть на чем послушать вот эту кассету. Тут интересный для нас разговор. Сходу взял быка за рога да Влад. Женщина, разлив чай, сходила на женскую половину дома и принесла от детей японский двухкассетник. Это, я думаю, подойдет? Худейбердыев поспешил объяснить. У нас появилась уникальная возможность прижать сразу и русских военных, и этого англичанина. Оказывается, они снюхались между собой и затеяли куплю-продажу российских военных секретов. На этой кассете доказательства сговора и предательства. Мы сможем взять за горло одного и второго. Он продемонстрировал хозяину часть разговора, которая не оставляла сомнений в сути происходящего между офицерами двух отнюдь не самых дружественных стран. Кто знает об этом? Первым делом спросил Азим Гузар. Только Кадир Савдо и его сотрудник Кудзимов. Но вы знаете, что Кадир по-настоящему подчиняется только мне. Я принес эту ценную информацию туда, где она принесет наибольшую пользу нашей бедной стране. Лидер исламистов гордо выпрямился и выдержал паузу, должную показать гостю его место. Происходило то, что в политике называется переметнуться из лагеря в лагерь. Да Влад Кудайбердыев принял свое решение. Он понял, что демократическая оппозиция в скором времени будет окончательно разгромлена и переходил на сторону своих недавних противников исламистов. Альтернативой для него было изгнание или смерть. Он решил остаться и в политике и в жизни, для чего пришел и принес в зубах кость. «Я рад приветствовать тебя в наших рядах. Ты поступил мудро, как дальновидный политик. Пусть это станет для тебя еще одной ступенью наверх». Сказанное прозвучало, как обещание поста министра социальной защиты, когда Азим займет более значимый пост, при условии, конечно, полного послушания. Еще одно сообщение для Воззеха. Правда, я его не понимаю. Худайбердыев в точности передал слова Пастухова, сказанные Дудчику. «Я тоже не могу понять», сказал Гузар. «Пусть разбирается сам. Я скажу ему». «Благодарю вас. Заметься, что это послание почему-то попросил передать все тот же Алексей Дудчик». Давлату очень хотелось быть полезным. Пойдем, Давлат, в соседнюю комнату. «Я познакомлю тебя с дорогим гостем». Они прошли к Али, и тот был представлен как доверенное лицо господина бен Ладена. Давлат должен сразу почувствовать себя в организации, которая пользуется международным авторитетом в мусульманском мире. «У господина Худайбердыева хорошие новости, которые могут оказаться полезными для вашего дела», сказал хозяин дома. Давлат, поймал за руку русского офицера, пресс-секретаря российской дивизии. Оказывается, тот решил продать англичанам несколько стратегических секретов. «Пресс-секретарь продает секреты? Такие ли они стратегические?» усмехнулся Алиамир. «Не знаю», ответил ему Худайбердыев, «но в сегодняшнем разговоре с англичанином, который нам удалось записать, звучало это слово. Позвольте, я позвоню в МВД, может быть, появились новости, они сейчас обыскивали его комнату». Однако Кадзир ответил по телефону, что результаты обыска нулевые. Агент только что вернулся из гостиницы с пустыми руками. «В чем вы видите пользу?» спросил Алиамир у хозяина. «Этот офицер пользуется достаточно большим влиянием и знаком по своей должности со всеми. Он может предоставить нужные сведения и нужных людей для проведения какой-то из частей операции переброски вашего имущества. Кроме того, нам может оказаться выгодным скандал, связанный с разоблачением деятельности разведок на нашей территории». Алиамир задумался. С одной стороны, у них в руках есть доказательства предательства этого офицера, и их надо использовать. С другой стороны, самих материалов, содержащих секретные сведения, не обнаружено. Интересно и то, что представляют собой эти стратегические материалы. Сейчас в России все торопятся разворовать последние остатки и на перегонки торгуют секретами. «Я думаю, что не стоит терять времени. Если этот человек завтра сбежит в Англию, он будет для нас потерян, как и его сведения. Я бы на вашем месте просто поговорил с ним и спросил, зачем ему Англия и враги из НАТО. Его секреты могут понадобиться и здесь», высказал Али свое мнение. «Но это, конечно, ваше внутреннее дело». «Вы правы, дорогой гость», решил Гузар, «я так и поступлю». Алексей Дудчик, разменяв свеженькую сотню долларов, сидел в компании знакомых журналистов, накачиваясь по полной программе, как он определял для себя это состояние. Надежда на огромные деньги и спокойное житье, казалось, отравили его дух. Хитросплетение азиатской политики, карьерные соображения, умение лавировать между десятками разнообразных интересов и находить компромиссы, все это стало казаться мелким и никому не нужным. Только что разрушилась его семья. Беспомощность российской армии в чужой стране была унизительной и оставалась одна-единственная перспектива, во что бы то ни стало, довести до конца трудное и бесчестное дело, чтобы уехать самому и увести маленькую дочь туда, где нет ни галлопирующей инфляции, ни полной потери самоуважения, ни примитивных политиков, ни ежедневных обстрелов застав, ни проклятых азиатов с их феодально-родовой системой. «Вы сегодня мрачно настроены», говорил ему молодой журналист, чьи статьи в последний год стали призывать к исконным ценностям и воспевать великое прошлое и будущее таджикского народа. Вам надо в отпуск, давно они были в России. «Я там никогда не был и никогда не буду», ответил ему Алексей, помахивая перед лицом рукой. Перед журналистами, польстившимися на угощение шиковавшего дудчика, вставала во весь рост невеселая перспектива транспортировать пьяного майора домой в гостиницу. «Добрый вечер». Возле столика появилась фигура крепкого смуглого человека с холодными глазами и журналистам стало неуютно. «У вас трудности?» Алексей поднял мутный взор. «А-а-а! Добрый человек с перевала Талдык!» — узнал он вазеха за мной должок. «Официант!» — крикнул Алексей куда-то в зал. «Еще шампанского для моего старого боевого друга!» Журналисты замерли. Они хорошо представляли себе уровень оскорбления, которое сейчас нанесет дудчик воину ислама, предложив ему выпить виноградного вина. И то, что воин ислама снабжает народ Алексея караванами дури, ничего не значит, а потому личный газоват может произойти сейчас и прямо у них на глазах. «Помоги ко мне», сказал Возех одному из журналистов, бери Алексея под руку. «Отведем в машину, лучше ему отправиться домой». Журналист с готовностью подхватил нестойкое тело офицера и повлек его к выходу вместе с Возехом, не решаясь заикнуться о неоплаченном счете. Однако он напрасно волновался, потому что внизу Возех, передав обмякшее тело двум своим людям, достал из кармана двадцать долларов и протянул ему «Возьми, заплатишь за стол». «Это много», робко возразил газетчик. Возех выпустил из пальцев купюру, которая зеленым листиком спланировала на пол и пошел к своему джипу, куда уже усадили дудчика. Журналист сглотнул слюну и поднял бумажку под взглядом швейцара. «Ну что?» сказал он, вернувшись за стол и показывая баксы «гуляем». Артист в стильном белом костюме а-ля Делон, который в обществе ресторанной дамы вел сегодня вечером наблюдение за дудчиком, немедленно извинился и вышел. Заставив вслив в туалете непрерывно шуметь, он связался с пастуховым. Дудчика только что забрал из ресторана в Эзех, правда, толку от него похоже пока немного. «Пьян?» «В стельку». «Так и должно быть. Значит, передал сообщение и пропивает гонорар». «Думаешь, клюнуло?» «Похоже. Давай к нам, будем на готове. Сегодня можно ждать гостей». Артист вернулся к столику с сотовым возле уха. Сложив трубку, он с вальяжным сожалением сказал своей даме Регина, как сказал мой знакомый поэт, «О, как внезапно кончился диван!» «Ты представляешь, они опять меня срывают с места. Вызвать тебе такси?» Огорченная дама, однако, выразила готовность еще некоторое время поскучать в одиночестве за изобильным столиком. Прохладный вечерний воздух, бьющий из открытого бокового окна, освежил Алексея. Он поежился и оглянулся. Короткий период дремоты прошел. Слева за рулем сидел в азех и гнал сильную машину по ночной улице. «Куда это мы?» не соображая, спросил Алексей. Он всмотрелся за окно, мимо мелькали глинобитные домики окраин. «В гости. К кому?» «Гузар хочет поговорить с тобой. Он послал меня, чтобы я пригласил тебя в дом». Алексей начал стремительно трезветь от ощущения холода и пустоты в животе и низу груди. Адреналин выбрасывался огромными порциями из надпочечников и пережигал алкоголь. Дудчик оглянулся. Позади сидели двое боевиков с равнодушными каменными лицами. Прикидываясь все таким же пьяным и бессмысленным, Алексей положил голову на край открытого стекла, чтобы ветер посильнее задувал в лицо и сложил руки на груди. Левая рука осторожно лезла в нагрудный карман, медленно доставала оттуда бумагу, которую он собрался таки передать Нейлу Янгу. Он подтащил руку со скомканным листком к самому окну. Одно незаметное движение, и она выпорхнет в ночь за окном. Железная рука ВЗХа схватила его за запястье, автомобиль вильнул, и тут же человек, сидевший позади, обхватил Алексея за горло, не давая шевельнуться. Пальцы утратили силу и сдались. Список стратегических сведений оказался у ВЗХа. К Алексею пришло ощущение конца. В приборе ночного видения мелькнуло знакомое лицо майора Дудчика. Молодчики ВЗХа за руки провели российского офицера из машины в дом. Муха, наблюдавший за домом из-за дерева, вынул переговорное устройство. Пастух! На связи, ответили ему. Тут происходит что-то странное. Похоже, общий сбор с выяснением обстоятельств. Сначала появился Худей Бердыев, а теперь ВЗХ привез Дудчика. «Решили выяснить все обстоятельства? Неужели мое сообщение вызвало такой переполох? Вполне возможно, а может быть что-то нам неизвестное», задумчиво сказал пастух Боцман. «Что ты слышишь?» Боцман сидел за прослушиванием. «Болбочут по-своему. Через пару дней узнаем о чем именно». Боцман был раздражен явной бессмысленностью своего занятия. Только по проскальзывающим именам да по интонации он мог следить за развитием беседы. Однако и в этом ему мешала восточная церемонность разговора, где ласковая речь, к примеру, могла означать смертный приговор или вообще ничего не означать. Пастухов напряженно думал. Ситуация была понятна. Утром он передал сообщение для наркоторговцев Дудчику, тот, как и предполагалось, худейберды его. В результате последний появляется в доме своего главного политического противника, туда же привозят, выяснив источник Дудчика. Сейчас они попытаются выкачать из него сведения о московских гостях. — Говоришь, через пару дней узнаем. — Послезавтра может быть очень поздно, — решил Пастухов. — Вышли за нами муху с машиной. В гостевой комнате Дудчик с удивлением обнаружил Худейбердыева. Неужели его тоже? Появилась некая надежда, не может же быть, чтобы исламисты решили сегодня устроить ночь длинных ножей. Да Влад сидел спокойно, кушал рукой бешбармак из казана. — Добрый вечер, Алексей Петрович, приветствовал его хозяин Азим Гузар. Присоединяйтесь к нам. Он указал на свободное место. Возех тоже сел за угощение. — Как добрались? — вежливо спросил хозяин. Возех достал из кармана скомканный листок и подал его Гузару. Пытался выкинуть вот это в окно, как только немного протрезвел. Гузар пробежал глазами список. — Вы это продаете? — с удивлением спросил он у Дудчика. — И носите в кармане? Али Амир твердо протянул руку, и Гузар недолго поколебавшись отдал список ему. Али Амир Захиру потребовалось совсем немного времени, чтобы сориентироваться в обстановке, и в этот момент она так кардинально изменилась, что груз опия перестал быть единственной задачей. Он перестал быть даже задачей первой важности. Однако знал об этом пока только он, Али Амир Захир. — Вы на самом деле знаете, где взять все эти сведения? Они у вас есть? — спросил он у Алексея по-русски. Русская речь, которую от Али Амира все услышали впервые, оказалась вполне свободной и даже литературно правильной. Не русские или специалисты когда-то давно занимались с ним в диверсионных лагерях. Впрочем, предполагать о жизненном пути Али Амира можно было что угодно, но узнать достоверно ничего. Повисло молчание. — Вы понимаете, Алексей Петрович, что вам придется назвать ваш источник информации? Я представляю здесь господина бен Ладена, и у нас достаточно денег, чтобы купить эту информацию. Сколько вы за нее хотите? Али Амир знал, о чем нужно спрашивать человека в первую очередь. Алексей достал из кармана сигареты и закурил. Он с холодной ясностью ощущал, что никаких надежд больше не осталось, а остались только боль и смерть. Он слишком хорошо знал и понимал этих людей, чтобы верить в то, что они заплатят, если у них будет возможность отнять силой. Он также понимал, что посредник для них всего лишь нежелательный свидетель. И еще он почувствовал, что эта информация больше не продается. Он не чувствовал врага, влащеном и по-европейски воспитанном Нейли Янге, но всей кожей и внутренностями чуял чужеродность окружавших его людей. Он курил и смотрел на то, как жадно поглощает пищу вазех, застреливший на его глазах капитана и сержанта просто за то, что они попались на пути не вовремя. Все было ошибкой, огромной и непоправимой ошибкой. Эх, брат! И Нейл такой же враг, как эти люди. И он сам оказался в лагере врага. Алиамир спросил у хозяина «Скажите, нет ли у вас обыкновенных карандашей? Мне нужно три». Гузар, нисколько не удивившись, позвал женщину и та появилась, бесшумная, как тень. «Возьми у детей три карандаша и принеси нам». «Хочу вам показать, как эффективна такая простая вещь, как обычный карандаш, когда нет под рукой специального оборудования», сказал Али Амир. Женщина подала гостю карандаши. Али Амир резво поднялся на ноги и подошел к Алексею. Он вынул у него из правой руки окурок и затушил в тарелке, стоявшей перед дудчиком. Он потянул эту руку к себе, но офицер стал сопротивляться. Тогда Али рывком поднял его на ноги и, отшевырнув в сторону подальше отсидевших, нанес три точных удара в нервные узлы на горле, в районе солнечного сплетения и в области копчика, полностью парализовав тело тренированного мужчины. Алексей скорчился на полу, испытывая страшную боль. Али Амир вложил карандаши между пальцами правой руки Алексея и сильно сжал его кисть своей широкой ладонью. Послышался хруст костей, тело Алексея задергалось, в пароксизме страдания, но кричать он не мог. Гортань была парализована ударом. Али Амир спокойно посмотрел на своих сотрапезников. Вазех, не прерывая еды, с интересом наблюдал за ним, перенимал опыт, а остальные двое сохраняли невозмутимое восточное спокойствие. Прошу прощения, хозяин, обратился Али Амир к Гузару. Я прошу предоставить мне для допроса отдельное помещение. Вы можете присутствовать, но для остальных эта информация может оказаться лишней и даже опасной. Гузар почувствовал, что должен поставить гостя на место, ведь дела его далеки от интересов Таджикистана, тогда как рассчитываться за исчезновение заметного российского офицера придется в конечном счете не Али Амиру, а ему, Гузару. Али Амир почувствовал эту заминку, оба они посмотрели на Вазеха, но тот не собирался вмешиваться в дела больших людей, а обратиться к нему с приказом Гузар не решился. Вазех же хорошо понимал, что через неделю или через месяц он окажется в Афганистане, на территории, где Али и Бен Ладен будут обладать всей полнотой власти над ним, его бизнесом и жизнью. В общем, пусть сами думают, как им договориться о своих стратегических секретах. Он-то свое мнение оставит при себе. Точно так же он вел себя за рулем Кадиллака, увидев, что его брат Спицын остался не при делах, получив пулю в лоб. Дорогой Гузар, давайте выспросим у этого офицера все до конца, а потом примем разумное решение, предложил Али Амир и Таджик с облегчением согласился с ним. Перед уходом Гузар вспомнил о сообщении, которое Худейбердеев передал для Вазеха. Вазех, поговори пока с Довлатом, у него были для тебя какие-то новости. Пастухов под покровом ночи прокрался в сад к Боцману, остальные пока сидели в машине. Как тут дела? Боцман передал Сергею наушники, жестко сощурив глаза. В наушниках раздавался крик и стон боли. Дудчика отвели в сарай и, по-видимому, все это время пытают. Он не говорил по-русски, только матерился от боли. Черт бы побрал его знание языка. Али Амир две фразы произнес по-русски. Пастухов удивленно приподнял бровь. Значит, этот Али действительно собрался вести серьезные дела в России или давно знает язык? Что он сказал? Требовал у дудчика какие-то сведения, их источник, и предлагал деньги, упоминал состоятельность Бен Ладена. В наушниках теперь слышалась таджикская речь, изредка перемежаемая с тонами. Раскололи, прокомментировал Боцман. Похоже было на то, что наркодельцы, у которых принята очень жесткая манера ведения игры, да еще напуганные ликвидацией банды спицы, решили для подстраховки выпотрошить дудчика полностью. Они, скорее всего, допытывались у ничего не подозревавшего офицера по связям с общественностью, кто же такие эти залетные московские гости. Да, подставили мы тебя, майор, думал Пастухов. Убьют ведь теперь. Нельзя же такого выпускать. Кончат его, сказал Пастух. Будем доставать майора? Не только, ответил Пастухов, приняв решение. Они с захваченным российским офицером, на котором непременно окажутся следы пыток, сейчас в наших руках. Будем брать с поличным. Он отдал приказание по связи. Муха, веди всех к дому. Приготовьтесь к штурму. Везех, оставшись в комнате на время допроса, первым делом расспросил Давлада о словах, переданных ему пастухом. Худайбердыев снова старательно повторил слово в слово утреннее сообщение. «Откуда ты знаешь этих людей, Давлад?» удивился Везех. «Я их не знаю вовсе. Днем мне передал эти слова дудчик». Первым порывом Везеха было подняться и сообщить Гузару об еще одном вопросе, на который майор должен ответить. Это движение не осталось незамеченным, и чтобы сохранить лицо перед Худайбердыевым, Везех вышел через главную дверь и отдал команду охране усилить наблюдение. Врываться к Гузару или Али Амиру во время допроса со своим сообщением значило рисковать случайно услышать последний в своей жизни секрет. Не стоит спешить. Ведь не станет же Али Амир сразу после допроса убивать русского офицера. Дознание по важному вопросу требует повторения и сверки показаний. В тренировочном лагере Али Амир сам учил его этим азам военного искусства. Али Амир вошел стремительным шагом. Он был возбужден и активен. Дудчик заговорил нескоро, однако, как только удалось сломить его физическую возможность терпеть боль, дело пошло быстрее. Допрос занял фактически десять минут. Источник, должность брата, адрес, состав семьи, лица, осведомленные о существовании дискеты и вообще сведений, материалы, поступившие Нейлу Янгу, ответ Лондона, дальше быстрая контрольная проверка и, наконец, Алексея оставили в покое, вызвав человека для охраны. Хозяин дома Гузар за это время приготовился к долгому разговору, где он, конечно, уступит право на обладание этими сведениями, потому что это слишком крупный кусок, которым неминуемо подавишься, пытаясь проглотить, но зато можно немало выторговать, например, вертолет или два за помощь в этом деле, полмиллиона долларов пока он вызывал женщину и приказывал принести чай, Али Амир успел достать трубку сотового телефона и набрать длиннейший номер. Сигнал, как это любят показывать в телевизионных заставках, ударился о тарелку спутника, висящего над Памиром, отразился от него, попал в тарелку антенны другого космического корабля, под которым плескался Персидский залив, и срикошетил к земле. После второго звонка раздался будрый голос, принадлежащий пожилому человеку. Слушаю. — Да продлит Аллах ваши годы! — с почтением сказал надлежащую формулу Али Амир, и Гузар понял, что ему ответил непосредственно Бен Ладен. — А, это ты, Дуфар? — У меня срочные новости, простите, что беспокою вас среди ночи. — Надеюсь, это хорошие новости, иначе ты рискуешь вызвать мой гнев. — Я нахожусь в Душанбе, чтобы обеспечить провоз нашего груза. — Хорошо, передай мои приветствия Азиму Гузару. Он рядом со мной, и я с удовольствием передаю ему ваши слова. Гузар поклонился, понимая, что от него уже почти ничего не зависит в этой ситуации. — В чем проблемы? Нужны деньги? — Ради этого я не нарушил бы, Варсон. Я молился, Дуфар. Прошу прощения. — Я только что допросил офицера российской армии. У его брата находятся сведения стратегического значения. — Кто его брат? — Главный штаб ракетных войск. — Это действительно важные сведения. Я видел список, очень важные. — Купи их или возьми даром. Теперь это твоя главная задача. он предлагал их англичанам. Те пока тянут резину, проверяют, осторожничают. Тогда поторопись ты. Бен Ладен всегда отличался стремительностью в решениях и того же требовал от своих людей. — Я вылетаю в Москву, как только произведу здесь чистку. — Какая помощь тебе требуется? — Люди. — Сейчас подумаю. — Налмаз и Коршун должны быть в Ташкенте. — Они не подойдут. Надо действовать в Москве, а они даже не знают русского языка. — Что предлагаешь? — Тут находится Возех. Вы его помните по тренировочному лагерю? Он проходил подготовку. — Пауза. — Он ведь работает на Гузара? — Да, господин. — Это разумно. — Дай ему трубку. Я поговорю с ним от себя. — Али Амир сдержанно улыбнулся и протянул сотовый телефон невозмутимо сидевшему воину. — Господин Бен Ладен хочет говорить с вами Возех. Воин, час которого неожиданно пробил, вскочил с места и говорил с Бен Ладеном стоя. — Да продлит Аллах вашу жизнь на долгие годы у Самошах. — Возех, мальчик мой, как твой последний караван? Можешь не отвечать. Раз ты жив, значит, груз доставлен на место. Вы правы, господин. Ты хочешь помочь нам в важном деле? Приказывайте у Самошах. Ты должен отправиться с Али Амиром, так его сейчас называют, в Москву, и сделать все, что он скажет. Я заплачу тебе сто тысяч и заберу к себе, если оставаться в твоей стране будет опасно, поэтому можешь действовать смело. Я сделаю все, что потребуется, заверил его Возех, благословляя свою звезду. Дело важное. Удачи тебе, сынок. Гузар внутренне признал поражение. Вот так делаются дела. На твоих глазах у тебя перекупают твою опору, и твой гость становится хозяином в твоем доме. Али Амир может теперь приказать устранить себя, потому что ты слишком много знаешь, и твой же воин, не моргнув глазом, свернет тебе голову. Али Амир приступил к делу. Возех, окликнул он своего воина, слушаю, господин. С готовностью отозвался тот новому хозяину. Пусть твои люди первым делом съездят и закопают куда-нибудь поглубже этого офицера, дудчика. Живым? Зачем? Он должен быть мертвым, чтобы никому ничего не мог рассказать, а мы должны быть в этом уверены. Пусть думают, что он исчез, загулял. Это даст несколько лишних дней. Я схожу и застрелю его своей рукой, предложил Возех. Ты не доверяешь своим людям? Если ты скажешь убить его, разве не выполнят в точности твой приказ, тогда с ними нельзя работать, и именно их надо застрелить собственной рукой. Возех покраснел, мои люди выполнят мой приказ в точности или же умрут. Тогда незачем оскорблять их недоверием. Ты должен делать только то, что они не могут сделать без тебя. Завершил Али Амир, преподнося своему новому помощнику урок в парадоксальной суфийской манере. Пастух приказал по рации муха. Приготовьтесь к штурму с парадного входа. На большом дворе два охранника. Один у ворот, второй гуляет по периметру. В доме не меньше трех человек смены, скорее четыре. Доложите о готовности и действуйте по команде. Мы с боцманом пойдем другим путем, буртнул про себя боцман, проверяя экипировку. Через внутренний двор. Задача захватить дом без выстрелов и без единого трупа. Ты, конечно, имеешь в виду с их стороны, довольно ехидно отозвался муха, а мы? Пастух отметил про себя, что постоянная работа в паре выработала у набатовцев боцмана и мухи одинаковую манеру пошучивать в напряженные моменты. Видимо, это давало им разрядку, хотя немного отдавало американскими боевиками. Этакие небрежные ковбои. Что ж, следовательно, внутри группы пастухова существует теперь особое подразделение со своими собственными традициями. Поэтому пастух ответил ему в стиле боцмана. Много текста, Олег. Мимо нас и муха не должна прожужжать, не то, что пуля. Внезапно пастух ощутил в себе решимость выжечь это бандитское гнездо дотла, если с кем-то из ребят случится что-нибудь плохое. Он тут же привычно отзернул себя, что за мысли перед боем. Пастухи боцман, разделившись, двинулись через садик к высокой ограде, вдоль которой прохаживался охранник. Приблизившись метров на восемь, пастух снял его простейшим способом. Вынув из чехла метательный нож, он бросил его ручкой вперед в затылок часового. Раздался глухой звук, и тот, не охнув, осел на сухую землю. Его быстро упаковали, руки к ногам, на рот широкий скотч. Со вторым было сложнее. Часовой охранял пленника, который находился в одном из сарайчиков или гаражей. Хозяйственные строения длинным рядком примыкали к женской половине дома. Часовой торчал почти посередине, на хорошо освещенном пространстве, и незаметно подобраться к нему было трудно. Боцман проверил крышу. Железная, тихо никак не пройдешь. Приходилось ожидать, осторожно выглядывая из-за угла крайнего сарайчика. Ожидание оправданное, природа неминуемо возьмет свое. Вот, наконец, охранник направился в их сторону и завернул за угол, расстегивая на ходу штаны. Он не служил в регулярной армии и не учил ночами напролет устав караульной службы, а потому не знал, что часовому строго-настрого воспрещается справлять нужду. За это он был наказан рукой боцмана, немудреным, но абсолютно надежным прямым ударом в подбородок. Как всегда бывает, при резком и точном ударе нокаутируемый упал вперед прямо в руки боцмана. Пока тот вязал часового, пастух отдал приказ муха. Готовы? Да. Начинайте. Пастух бросился через внутренний дворик к дверям мужской половины и занял там позицию, а боцман побежал к расположенным напротив сарайчикам, где недавно пытали дудчика. С парадной стороны дома, где каменная стена не хуже крепостной сменялась возле ворот кованной оградой, поступили и того проще. Один из охранников прогуливался у ворот, а второй совершал вояжи вдоль ограды в глубину сада. Дождавшись, когда они оба окажутся поблизости от въезда, к воротам с визгом тормозов подлетел на девятки артист и, опустив окошко, начал что-то сердито кричать и угрожающие жесты и наставляя оружие, из сада к ним за спину вышли док и муха и надежно зафиксировали обоих. Девятку тут же загнали во двор, а муха уже встречал ударом приклада еще одного боевика, который высунулся в дверь, чтобы выяснить, что за шум во дворе. Дальше штурм развивался по классической наработанной схеме. Один прикрывает, двое прорываются по коридору, взламывая двери, обошлось без стрельбы. Едва двое сонных боевиков успели, вскочив с топчанов, схватиться за оружие, как разъяренный на вид, но совершенно трезво оценивающий обстановку док, уложил их обратно. Возах пошел отдать приказание убить и закопать дудчика. И тут же влетел назад в комнату под напором боцмана и пастуха, штурмующих дом Гузара. От ударов пастуха, Возах рухнул прямо на низенький столик, уставленный пиалами, опрокинув стоявший рядом чайник. Вслед за ним в комнату со стороны внутреннего хозяйского дворика ворвался и сам пастух. Неожиданное нападение произвело на собравшихся изрядное впечатление. Али Амир, увидев огромный пистолет Гюрза, направленный твердой рукой ему в грудь, предпочел не пытаться извлечь личное оружие. Возех, не успевший даже начать карьеру начальника охраны Амира, барахтался среди осколков. Из вторых дверей показался муха, мгновенно убедился, что ситуация уже под полным контролем, кивнул пастуху и заявил «Все, переходим на русский язык, а то я ничего не понимаю». Боцман привел, скорее принес Дудчика, заставил освободить диван и уложил его там. «Док!» крикнул муха в глубину коридора. «Есть пациент!» Док не замедлил появиться и принялся осматривать Алексея Дудчика. Муха отправился нести караульную службу вместе с артистом. На женской половине, куда никто не совался, поскольку мужчин в той части дома, согласно обычаям, быть не могло, послышался шум, и Боцман сводил туда хозяина дома, держа его под дулом пистолета Стечкина. Шум немедленно затих. Женщины получили приказание никуда не отлучаться, сидеть и молчать. «Профессионально отделали», признал Док, имея в виду состояние Дудчика. «Сейчас придет в себя. Опасных повреждений нет, но боль испытывал страшную. Кто специалист?» Боцман указал стволом. «Вон тот...» «Али Амир Захир», представился тот с несомненным достоинством. Похоже, ему не впервой было стоять под дулом пистолета. Гузар наконец понял, что стрельбы со стороны русских в ближайшее время не намечается, и решил предъявить свои возражения. «Вы понимаете, что совершили налет на дом Азима Гузара, министра законного правительства Таджикистана, председателя партии Исламского Возрождения? Это пахнет международным скандалом». Сопломбом заявил он. Чувствовалась привычка к официальным выступлениям. «В таком случае мы только защитили жизнь российского офицера, который подвергался в вашем доме пыткам, причем вы лично в них участвовали. Это, по-вашему, не вызовет международных осложнений?» невозмутимо поинтересовался пастухов у лидера партии Исламского Возрождения. «Кто вы такие?» спросил тогда Гузар. На этот вопрос предпочел ответить Возех. «Это и есть пастух из Москвы. Вы сами сегодня передали мне сведения о нем. Да Влад мне сказал». Гузар, который, как выяснилось, недооценил важность этого сообщения и слишком поздно передал его Возеху, наконец сообразил. «Да, помню. Так, может быть, ты объяснишь Возех, в чем тут дело?» спросил он, тем не менее, обвиняющим тоном. «Кажется, я ошибся, когда проверял этого человека, как это говорится по-русски, на вшивость. Он обратился ко мне с просьбой продать товар, а я послал ребят, чтобы они прощупали его реакцию. Партнеров ведь надо проверять». Возех брал вину на себя. Пришел в сознание Алексей Дудчик, он смотрел по сторонам, мутным от боли взглядом, не понимая, что происходит. «Гашиш или опий в доме есть?» с легкой иронией обратился к наркодельцам док. Гузар тут же достал из шкафа коробочку с небольшими желтыми шариками маслянистой консистенции. Док скормил Дудчику сразу три или четыре. Лучшее обезболивающее и успокаивающее средство трудно было придумать. «Почему ты так поступил серьезными людьми, Вазех?» удивился Гузар. «Ты подвел всех нас». «Я готов понести наказание», ответил Вазех бывшему хозяину, глядя однако на Али Амира, который сохранял выжидательное молчание, уясняя для себя обстановку. «Я не знал, кто эти люди, а они только сослались на мертвых. Мертвые ничего не могут подтвердить». «Тогда сам подтверди, мы уже виделись», предложил ему пастух. Вазех вгляделся. «Это ты целился в нашу машину из гранатомета?» неуверенно узнал он. «Но не выстрелил». «Да, я обязан тебе», с неохотой признал Вазех в третий раз потерпевший поражение от одного и того же человека. Вазех снова взял инициативу на себя. «Мои ребята во дворе и в доме они живы?» «Пока живы», заверил боцман. «Значит, между нами нет крови и мы можем договориться. Я признаю, что ошибся. Вы хотели товара на пять тысяч. Вас устроит получить его бесплатно? И мои извинения, конечно». Вазех старался выглядеть хорошо в глазах Амира, но и на этот раз прогадал. Али Амир уверенно поддал голос. «Помолчи, Вазех, ты оскорбляешь этих людей. За такой мелочью они бы не поехали в такую даль. Скорее, это они проверяли тебя на вшивость, по твоему выражению. Скажи, пастух, какую партию товара ты рассчитывал получить?» Пастух задумчиво посмотрел на Дудчика. Глаза у майора прояснились, взгляд стал вполне осмысленным. «Ну что ж, говорить так говорить». «Всю», спокойно ответил он. Наступило тревожное молчание. «А вам не кажется, что вы выбрали хорошее время, но плохое место для налета?» спросил Вазех. «Вы не выберетесь из республики, это просто невозможно». Пастухов наблюдал, как Гузар и Али Амир просчитывали про себя возможности налетчиков все-таки выехать из республики с товаром, но захватив одного из них в качестве заложника. Али Амир быстро ориентировался в обстановке. «Вы хотите занять место бригады Спицына в Москве и устранили конкурента?» «Можно сформулировать и так?» Подал голос Вазех. «Со Спицы я работал давно и был в нем уверен. А чем вы докажете, что вас прислало не ФСБ, кто может поручиться за вас?» «Первый свидетель, ты сам, и ты уже поручился, что видел мою бригаду в работе. Как вы сами могли убедиться, как раз Спицын не смог обеспечить требования безопасности». «Так вот, ФСБ никогда не получит санкции на такие действия в Москве и всего-то ради захвата небольшой партии героина или опиома сердца». Это было довольно убедительно. «Мы не уголовники, поэтому никакие авторитеты за нас не поручатся, зато нашу биографию проверить не слишком сложно. Гузару достаточно отправить официальный запрос в ту же ФСБ и вам сообщат, что капитан спецназа пастухов и вся его диверсионно-разведывательная группа несколько лет назад была разжалована и уволена из армии». Гузар встрепенулся. «В Чечне?» «Да». «За что?» «Ответ на этот вопрос попробуйте найти сами», — усмехнулся пастух, зная, что все сведения на этот счет в архивах армии отсутствуют. Али Амир уточнил у Гузара. «Вы действительно можете навести такие справки?» «Конечно». «В таком случае там все будет именно так, как утверждает господин пастухов». Он снова повернулся к пастуху. «Я хочу правильно выбрать себе партнера в своем бизнесе. Скажите, пастух, где гарантии, что вы смогли бы представлять наши интересы в Москве?» «О каких интересах идет речь?» «То же, что мы хотели видеть от спицынских людей. Вы должны принимать товар, обеспечивать его отправку, скажем, в Петербург, в другие регионы, гарантировать оплату. Ваша группа способна делать это постоянно». Пастухов достал из кармана аудиокассету и бросил ее на стол. Она была немедленно вставлена в музыкальный центр. В комнате зазвучали хорошо знакомые голоса. «Ты зря смеешься, Шрам. Товар сам прилетит в Москву вместе с ВЗХом. Твое дело отправить его дальше и получить деньги». «Самолеты дела опасные. Большой груз наверняка застукают. Потеряем все». «Самолеты вообще?» «Да, но не военный грузовой самолет. У военных груз не досматривает таможня». «Смотря откуда он летит». «Место погрузки мы пока назвать не можем, но место очень хорошее, уважаемое». «А садится самолет в Москве на военном аэродроме». «Пастух прервал, я думаю, хватит». Возех пояснил. «Это запись моих переговоров со спицей в Москве». «Что это по-вашему должно подтвердить?» спросил Али Амир у пастухова. «Серьезность наших намерений и наши возможности. Если бы речь шла только о захвате партии товара, то мы проделали бы это в Москве без больших хлопот. Информация была уже в наших руках, мы могли просто дождаться, пока ваша партия товара поступит в столицу и только тогда провести операцию по ликвидации спицы. К чему нам было лететь в Дошанбе?» Настроение в комнате начало меняться в лучшую сторону. Али Амир предложил, не пора ли нам позавтракать? Гузар крикнул расхожую фразу в этом доме. «Женщины, чаю и завтрак для гостей!» Пистолеты перестали глядеть в животы хозяев. «Ваши люди пусть пока посидят в сарае», предложил пастух, и Муха с артистом тут же отконвоировали охрану Вазеха в то место, где подвергался допросу дудчик. «Уверяю вас, мои люди лучше справятся с обязанностями охраны». Принесли обильную еду со множеством свежих фруктов, разнесся аромат чая. Разговор продолжился. «О каких партиях товара идет речь, если иметь в виду перспективу?» спросил пастухов. «На миллион каждый месяц или даже два раза в месяц», уточнил Амир. «Не вопрос», уверенно сказал пастух. Амир заслонился от такой самоуверенной голословности рукой. «Вопрос!» «Еще какой вопрос?» Спицын действительно оказался любителем в части обеспечения безопасности, но в его деловых возможностях мои друзья были уверены. Мы должны получить доказательство, что вы справитесь с задачей». «Проверить такое можно только на деле», перешел к главному пастухов. «Суть нашего предложения в том, что вы отправляете, а мы принимаем пробную партию товара, и ваш человек сможет своими глазами убедиться, что мы готовы решать вопросы переработки, фасовки, отправки и оптовой продажи». «И своевременного получения оплаты», со значением прибавил Возех. «Наши должники живут недолго», заверил его пастухов. Али продолжил осторожное прощупывание, «Допустим, что мы придем сейчас к соглашению, но в чем вы видите свои гарантии того, что сможете покинуть республику? Вы что, готовы поверить в наше слово?» Пастух пожал плечами. «Не знаю, что вы не поделили, но этого парня мы возьмем с собой», он указал на дудчика, «И еще кто-то из вас поедет с нами. Кроме того, мы сами неплохая гарантия надежности». Даже Возех это понял. Дудчик, которому стало значительно лучше, не притрагивался к пище и не произносил ни слова. Столь же упорное молчание хранил Худайбердыев, и тот и другой плохо понимали, что с ними происходит в этот день и чего ожидать в следующую минуту. Док, который обработал разнообразные повреждения на теле майора при помощи автомобильной аптечки, с аппетитом принялся за завтрак. Боцман поел и сменил на посту в сарае артиста. «Ну что ж», удовлетворенно сказал Пастухов, «мы можем завершить на этом первый раунд переговоров. Давайте договоримся о связи, а вы решите, кто из вас поедет с нами. По-видимому, Возех, или он должен будет сопровождать товар». Али Амир, не торопясь, завтракал, размышляя и просчитывая ситуацию, она была непростой. Эти люди ничего не знали об информации, которую продавал русский офицер. Не могло быть и речи о том, чтобы отпустить его. Нельзя было отпускать с этими людьми ни Худайбердыева, ни Возеха. В то же время было ясно, что все они пока что полностью находятся в руках этого пастуха, и без гарантий он не уйдет. Али Амир попросил принести его сумку из гостевой комнаты, что и было немедленно выполнено одной из женщин. Он аккуратненько отсчитал двадцать пачек стодолларовых купюр, упакованных на российский манер по сто штук, и выложил их на стол. «У меня есть другое предложение для вас», сказал он пастухову. «Эти деньги послужат вам гарантией нашей готовности сотрудничать с вами, или останутся у вас в качестве неустойки, если мы откажемся от совместной работы. Вместе с деньгами мы немедленно отправимся все вместе в аэропорт и посадим вас в самолет на Москву. Там вы будете готовиться к приемке первой партии товара». Такие идеи Дон Карлеоне называл «предложениями, от которых нельзя отказаться». Пастухов задумался, хотя мысли его текли совсем в другом направлении, нежели предполагало большинство из присутствующих. «А в Москве нас встретят бандиты из друзей спицы?» подал голос сориентировавшийся док. «Или ФСБ?» «Это очень хорошее предложение», согласился пастухов. «Но и оно не дает нам полной уверенности в ваших намерениях». «Ну что ж», сказал Али Амир и довольно неожиданно для присутствующих положил деньги перед Алексеем Дудчиком. Во взгляде майора прорезалась затравленность. «Этот человек спас тебе жизнь, а потому я отдаю тебе деньги, которые обещал за сотрудничество, ведь ты хотел именно настолько...» Али Амир имел в виду сумму в 200 тысяч долларов, которую Дудчик назвал в качестве запрошенного у англичан аванса. «Мы всегда держим слово, будь то разговор о смерти или о деньгах». «Неплохой заработок», усмехнулся пастух, «а я ему только 300 дал за небольшую услугу». «Ему придется делиться», заметил Амир, «но и 66 тысяч неплохая компенсация за тот неприятный час, который он провел сегодня. Этот человек плохо выбирает партнеров». Назидательно произнес Амир и неторопливо продолжил мысль. «А что бы вы сказали на такое предложение?» «Мы соберем в короткое время партию товара. Далее мы отправляемся вместе, проверяем систему доставки самолетом и затем убеждаемся на деле, что вы справляетесь с реализацией товара в Москве». «Рискованно», сказал док. «Я не заметил, чтобы вы были робкими людьми. Такие в нашем деле долго не держатся. Объясняется же моя спешка тем, что большой караван на подходе, и поэтому время играет в моих расчетах весьма значительную роль». Пастух решил спросить о наиболее важной тайне этого пути. «Где находится наш аэродром?» «Это значит, что вы согласны?» Короткая пауза. «Видимо, да». «Это короткое «да» и было главным решением пастуха». «Это Байконур». «Там есть военные самолеты?» «Марки «Руслан».» «Звучит весьма перспективно, если договор с военными существует». Почти ошеломленный таким быстрым развитием событий, Гузар вставил слово «С военными существует твердый договор, они же заберут караван с половиной дороги на вертолете, это сократит путь еще вдвое». Пришли к единому мнению, что с таджикской стороны будут взяты с собой пять человек в ОЗЭХа, этого требовала прежде всего безопасность груза в дороге. «Надеюсь, вы понимаете, что операция должна начинаться немедленно и при полном взаимном контроле», сказал Али Амир. «Мы можем больше не возвращаться в гостиницу», согласился пастух. «Нам нужно несколько часов, чтобы собраться в дорогу и завершить одно неприятное дело». «Что вы имеете в виду?» обеспокоился пастухов. «Это не имеет отношения к нашей совместной операции», успокоил его Амир. «Надо произвести перед отъездом уборку на местности. Я сам и уважаемый гузар все время до отъезда будем оставаться с вами, так что для вас никакого риска». Пастух пожал плечами. Он не находил предлога интересоваться делами, которые напрямую не касались его легенды. Али Амир перешел на таджикский язык. «Кто знает о контакте дудчика с англичанином», спросил Али, обращаясь к худой Бердыеву, который сейчас напоминал каменное извояние. «Статуя ожила. Только заместителем министра внутренних дел я и его оперативник». «Какой оперативник?» Али вопросительно глянул на Гузара. «Кудзимова я не знаю. Это какая-то мелочь», ответил Гузар безо всякого энтузиазма. «А Кадзир Савдо человек из демократической оппозиции. Да Влад имеет на него большое влияние. У него и спросите». Али снова перевел взгляд на худой Бердыева. «Он вместе с вами? Он переходит на сторону движения воинов ислама или нет?» «Он мой друг, и я надеюсь убедить его в правильности нашего пути». Да Влад вовсе не был уверен, удастся ли ему повлиять на Кадира в такой степени. «К сожалению, обстоятельства сложились так, что у нас нет времени на уговоры. Ему придется решать все и сразу. До полудня мы должны завершить чистку здесь и подготовиться к операции», предупредил Али своего помощника Вазеха. «Сейчас ты отправишься вместе с Худайбердеевым на встречу с замминистра. Да Влад позвонит и под любым предлогом добьется, чтобы Кадзир согласился прийти сам и привел с собой этого Кудзимова». «Вам придется поставить перед ним выбор». «А Кудзимов?» спросил Вазех. «Убрать». Али Амир протянул Худайбердееву телефон. Кадзир предложил встретиться на одной из конспиративных квартир, которые использовались агентами для работы с информаторами, как только услышал, что у Давлада Худайбердеева есть сведения о материалах, которые Дудчик предлагает на продажу. Кадзир же заехал за Кудзимовым домой и привез его с собой. Вазеха Давлад наблюдали из джипа, как эта пара скрылась в подъезде. Тогда они последовали туда сами. Дверь открыл, заглянув в глазок, мерзок у Кудзимов, и в лоб ему уперлась дула пистолета Вазеха. Боевик толкнул его вовнутрь и провел в комнату, где заставил встать к стене и самого замминистра. Затем он быстро обыскал оперативника и изъял у него оружие. — Кудзимов, я не стану вас разоружать, надеясь на вашу сдержанность, — вежливо сказал Вазех. — Что это значит? — спросил Кудзимов, савдо, усаживаясь в кресло. Кудзимова боевик заставил лечь на пол и широко раздвинуть руки и ноги. — Нам надо срочно поговорить на серьезную тему, — начал Худайбердыев. — Ты решил переметнуться на другую сторону? — сразу расставил акценты Кадир. — Я позвал тебя, чтобы сообщить новости о предложении Дудчика, — отозвался Давлад. — С интересом послушаю, что же раскопал этот Алексей. Вазех объяснил. — Сведения о составе и управлении РВСН. Целая гора материала. — Откуда у него? — Это знает только покупатель, — ответил Худайбердыев. — И кто же покупатель? — терпеливо спрашивал Кадир, сидя под дулом пистолета, хоть оно и было направлено в пол. — Нейл Янг? — Нет, Кадир. Ситуация радикально изменилась. Со значением сказал Давлад. — Я вижу, — не применил вставить тот, — главный покупатель господин Бен Ладен. Оказав ему помощь, мы можем рассчитывать на существенную поддержку. — Мы, выделил это слово Кадир, ты с исламистами, ты уже воин газовато, ты сотрудничаешь с международным террористом? — Будь реалистом, Кадир, это наш шанс. Кадир закурил сигарету, и по комнате потек сладковатый запах анаши, смешанный с табаком. Никто не мешал ему размышлять. — Я так понимаю, что это ультиматум, произнес он, и ему не ответили. С уходом Худайбердыева из демократического лагеря он практически перестанет существовать. Он и сейчас только воздушный шар, так что ты прав, да, Влад? Осталось выбирать, уходить из политики или примыкать ко второй ветви оппозиции. Пока туда зовут, добавил он. Еще несколько сладких затяжек. — Вы всерьез надеетесь разыграть эту карту со стратегическими играми? — Не думаю, Кадир, — рассудил Давлад, — это дело Бен Ладена, но взамен мы получим кое-что существенное, и это поможет нам прийти к власти. — Надеетесь создать своего рода третий клан или коалицию исламского толка. Не очень я в это верю. Пауза. — Ладно, что требуется лично от меня. — Мы вернемся к Азиму Гузару и там обсудим наши планы, сказал Вазех, но вначале я должен убедиться в вашей лояльности. Встаньте ко мне спиной, оба, скомандовал он, дирижируя пистолетом. Давлад и Кадзир повернулись лицом к окну, под их ногами лежал лицом вниз мерзок Кудзимов. За пыльными стеклами разгорался рассвет. Вазех наклонился, положил на пол пистолет, изъятый у Кудзимова, и подтолкнул его вперед. — Сначала ты, Давлад, подними пистолет и докажи, что ты стал воином ислама и готов подтвердить это кровью. Если ты не хочешь пролить кровь врага, я пролью твою собственную. Худайбердыев медленно наклонился и поднял оружие. — Теперь я знаю, как становятся палачом, — подумал он, — это бывает очень просто. Бывший демократический журналист вскинул руку и выстрелил в голову лежащему перед ним человеку. Он также медленно положил поэм на журнальный столик и на негнущихся ногах подошел к креслу, сел в него. Быстрей, Кадзир, выстрел громкий, соседи вызовут милицию, стреляй и поехали. Возах был доволен, но он от души уважал этих двоих людей, и теперь они были в одном лагере с ним, все равно он уже холодный. Из-под головы Кудзимова расползались в стороны ручейки крови. Кадзир по-деловому быстро взял горячий пистолет левой рукой, переложил в правую и из-под руки выстрелил себе за спину. Пуля, попавшая в Азеху в левое подреберье, выбросила его в коридор. Боевик ударился о стену и свалился на пол. Заместитель министра мгновенно развернулся и произвел еще один выстрел, снова попав в грудь. Тело вздрогнуло. Худайбердыев смотрел на своего друга, широко раскрыв глаза. Кадир Савдо с белыми от ненависти зрачками разрядил ему в грудь остаток обоймы. Тварь! Это была эпитафия бывшему другу и руководителю, которому он верил как себе все последние годы. Зря услышал он за спиной. Надо контрольный выстрел делать в голову и не забывать о бронежилетах. У меня теперь две недели синяки не сойдут. Возех в разорванной выстрелами рубахе стоял в коридоре и целился Кадиру в лоб. Уходя из-под выстрела, Кадир моментально отшатнулся в сторону в другую и бросился в окно, укрыв локтями голову. Прозвучало два выстрела, звон стекла, тяжелое в утренней тишине падение тела на сухую землю. Возех вложил второй пистолет в руку Худайбердыева, поднял с пола две лишние гильзы, пули от которых застряли в его бронежилете. Теперь все в порядке, в руке замминистра внутренних дел остался пистолет, из которого убит его сотрудник Мерзок Удимов и соратник по партии Давлад Худайбердыев. В свою очередь Худайбердыев держит оружие, выстрелы из которого выбросили Кадирасов до из окна. Ничего удивительного, кинжальная перестрелка. Возех спустился по лестнице, вышел налево из подъезда и пошел под окнами. Минуя тело бывшего замминистра, он убедился, что обе пули попали в цель. Его беспокоило только то, что его джип был слишком заметной машиной в полумиллионном городе Душанбе. Но господин Бен Ладен наказал ему действовать без оглядки. КОНЕЦ КОНЕЦ